Больница, стационарный режим, уколы, капельницы, прочие медицинские процедуры. Но в этот раз к стандартному расписанию в медучреждении добавился ещё один неожиданный пункт. Сотрудники ГИБДД, члены Общественного совета при Министерстве внутренних дел Республики совместно с аппаратом, уполномоченного по правам ребёнка, пришли навестить маленьких пациентов, обеспечив их подарками, конкурсами и хорошим настроением, а заодно провести с ними профилактическую беседу. Такого рода мероприятия проводятся на территории региона впервые. На сегодняшний день пропаганда всей республики имеет только одну цель – чтобы меньше было ДТП с участием маленьких детишек. Они самые безгрешные, и каждый, когда садится за руль, должен обязательно иметь в виду, что дома его ждут дети. Как правильно переходить дорогу? Зачем пристёгиваться ремнём безопасности в автомобиле? Почему нельзя играть рядом с проезжей частью? В формате игры сотрудники ГИБДД объяснили детям основные правила дорожного движения. Инспекторы уверены, что лучшая профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – это знание и соблюдение ПДД не только водителями, но и пешеходами, в том числе и детьми. Сегодня было весело, хорошо. Нам давали подарки, мы отвечали на вопросы всякие, загадки нам задавали. Мне кажется, настолько поднимает детям настроение и дает им стимул выздоравливать и больше сюда не попадать. С начала текущего года на дорогах Карачаева-Черкесии произошло более 200 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 317 человек. 24 из них – несовершеннолетние пассажиры. Снижение количества ДТП и пострадавших в авариях – одно из основных направлений в работе госавтоинспекции. Не случайно на территории республики регулярно проводится акция «Внимание, дети!», направленная на активизацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, восстановлению навыков безопасного поведения детей и подростков на улицах и дорогах, их адаптации к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы. Цель данного мероприятия – о том, что мы не забываем о детях, которые пострадали дорожно-транспортным происшествием, и также проведение викторин и каких-либо конкурсов для того, чтобы привить детям навыки безопасного поведения на дороге. То есть мероприятие носит как воспитательный характер, так и профилактический. В конце встречи гости вместе с детьми отправились во двор больницы, где запустили в небо воздушные шары. По словам сотрудников МВД, такого рода мероприятия будут теперь проводиться в нашем регионе на постоянной основе. Юлия Житная, Гулю Марановкова, Станислав Сушков, РХС-24.